В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. Говорим на самые актуальные темы города. У нас в гостях начальник управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Жанна Финогенова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в первую очередь хотела бы вас спросить, какие меры социальной поддержки предусмотрены в нашем городе для многодетных семей? В нашем городе на сегодняшний день проживает более 2,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 8154 ребенка. Нормативная база, которая сформирована в нашем городе по социальной поддержке многодетных семей, состоит из закона 98-го, это закон города Севастополя о мерах социальной поддержки многодетных семей, и государственной программы. С законом предусмотрено предоставление 50-процентной скидки на жилищно-коммунальные услуги и на услуги связи. Этими льготами на сегодняшний день пользуются 1743 многодетные семьи. Это вот законодательный акт и основные меры социальной поддержки. Также этим законом предусмотрено предоставление детям из многодетных семей услуг по отдыху, оздоровлению, первоочередное зачисление в детские дошкольные учреждения, детские садики. Также предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья. Эти изменения были внесены в 98-й закон города Севастополя летом этого года. По последней мере социальной поддержки нужно обращаться в управление жилищной политики Департамента капитального строительства, которое располагается на улице Рабочей. Кроме основных мер, есть также дополнительные, как я уже говорила, они определены государственной программой города Севастополя, социальная поддержка жителей города Севастополя на 15-20-е годы. В частности, к этим мерам относятся выплата единовременной денежной помощи к новому учебному году, выплата компенсации за приобретение школьной формы детям из многодетных семей в период их обучения в общеобразовательной школе и предоставление новогодних подарков. Вот, как раз о последнем аспекте хотелось бы с вами поговорить подробнее. Уже заканчивается прием заявлений на компенсацию за приобретение школьной формы многодетным семьям и единовременную выплату к новому учебному году. А есть ли уже какая-то статистика, сколько обратилось, сколько выплат уже было сделано? Да, сегодня как раз последний день на прием заявлений на эти две помощи, о которых я говорила, мы с августа месяца неоднократно обращались и с экранов телевизоров, и размещали информацию на нашем сайте. И информировали многодетные семьи о том, что необходимо обращаться в районное управление труда и социальной защиты населения города Севастополь и подавать документы на получение вот этих двух видов помощи. Более того, у нас были приняты порядки, и по порядкам прием заявлений был до 15 октября. Мы сдвинули срок подачи заявлений, были внесены изменения в постановление правительства, и срок подачи заявлений сдвинут до 1 ноября, поэтому сегодня последний день приема. Мы минимизировали пакет документов, которые необходимо было предоставить многодетным семьям, и также расширили варианты одежды для получения компенсации за школьную форму. Если раньше было написано, например, юбка, пиджак и блузка, то сейчас можно приобретать и платье школьное, и костюмы, и также компенсация предусматривается за приобретение не более чем двух единиц одного вида одежды. То есть можно, например, компенсацию получить за две блузки, а не за одну, как это было ранее. На сегодняшний день немного обратилось за получением компенсации. За школьную форму 707 заявлений от многодетных семей, то есть это 30% от общего количества. А единовременная денежная помощь к новому учебному году 1067 заявлений, это 41%. А как вы считаете, с чем связаны такие низкие цифры? Я затрудняюсь сказать. У каждого какие-то свои, наверное, причины, почему они не подошли. Может быть, кого-то, не знаю, не устраивает сумма или там пакет документов. Я не могу сказать. Но все, что можно было, мы сделали. Мы разместили объявление и говорили об этом на протяжении двух месяцев. Я думаю, что все, кто хотел, они подали свои заявления и получат компенсацию. Ну, самое главное, что уже совсем скоро, да, влезет самый любимый, самый долгожданный многими праздник, да, Новый год. Хотела бы вас узнать. Социальная защита будет поздравлять наших маленьких севастопольцев? И если будет, то как, когда и что нужно подать для того, чтобы получить подарок? Обязательно, как я уже говорила, что приобретение подарков для отдельных категорий деток – это мероприятие, запланированное в нашей программе города Севастополя за счет средств регионального бюджета. Каким категориям деток предусмотрены подарки? Это в контексте нашей беседы дети из многодетных семей, кроме этого дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, пострадавшие от последствия аварии на Чернобыльской АЭС, дети-инвалиды и дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей. Вот эти категории детей получат бесплатные подарки в период новогодних и рождественских праздников за счет средств городского бюджета. Мы уже провели и проводим в настоящее время конкурсные процедуры на приобретение подарков, так что скоро мы их закупим. И для того, чтобы получить подарок родителям или законным представителям тех категорий детей, которых я назвала, необходимо обратиться в районное управление труда и социальной защиты населения города Севастополя по месту жительства и предоставить заявление, документы, подтверждающие, удостоверяющие личность и свидетельство о рождении деток. Подарки предоставляются детям на возрасте до 14 лет. И заявление, я уже сказала, и документ, подтверждающий льготную категорию. — Но вы знаете, совсем скоро еще будет один праздник — это День Матери. У вас планируется какое-то мероприятие или поздравление? — День Матери празднуется и отмечается в Российской Федерации не так давно, с 1998 года. И он постепенно входит в семьи и дома граждан Российской Федерации. И это очень хорошо. Вот сколько бы мы не говорили добрых слов нашим матерям, сколько бы их не благодарили, вот лишний повод поздравить, пообщаться и сказать слова благодарности, он не будет лишним. Поэтому День Матери отмечается и в городе Севастополе. Будут мероприятия. Департамент труда и социальной защиты населения не остался в стороне. Мы планируем 24 ноября, потому что День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Мы планируем 24 в 15 часов на Ленина 25, это Севастопольский центр культуры и искусств. Будет городское торжественное мероприятие, на котором будем честовать матерей нашего города, и концертная программа. Вход свободный, поэтому я рассчитываю, надеюсь, что люди придут и посмотрят. Будет интересно. Ну и в завершении нашей беседы хотела бы вас уточнить момент, касаемо многодетных семей. Предусмотрены еще какие-то выплаты? Если да, то что это за выплаты? В соответствии с указом президента Российской Федерации номер 606 о мерах по реализации демографической политики Российской Федерации предусмотрена ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей, семьям. То есть это многодетные семьи. И размер этой выплаты определяется как уровень прожиточного минимума на ребенка, который принимается нормативными правовыми актами. Для реализации этого указа в городе Севастополе принята вся нормативная база. И на сегодняшний день 419 заявителей у нас получают данный вид помощи. Этот вид помощи рассчитывается с учетом критерия нуждаемости. Семья, среднедушевой, среднемесячный доход, который меньше, чем 2,5 прожиточных минимума, из расчета на душу населения, если есть такой доход, вернее он меньше, то такая семья может обратиться и будет рассмотрен вопрос назначения такого вида помощи. А что за документы необходимо предоставить и куда необходимо обратиться? Обратиться необходимо в районное управление труда и социальной защиты по месту регистрации и предоставить заявление, естественно, паспорт, документы, подтверждающие рождение ребенка. Обязательно должны быть граждане Российской Федерации. И еще ряд документов. У нас вся информация, я всегда говорю, пожалуйста, обращайтесь и заходите на наш сайт департамента. Он очень информативный, весь перечень документов и разъяснения необходимые есть. Если возникнут какие-то вопросы, можно обращаться и в районное управление труда и соцзащиты, и в наш департамент, и мы обязательно проконсультируем. И также в прямом, практически онлайн можно задать вопросы на сайте. Ну что ж, благодарим вас за то, что пришли к нам в студию и поучаствовали в нашей программе. Спасибо. Напомним, у нас в гостях был начальник управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Жанна Финогенова. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...